всем привет сегодня я буду разбирать трехкомнатную квартиру в жилом комплексе макаровский в последней очереди которая сейчас как раз таки начинает строиться и многие поглядывают на этот дом так вот специально для вас дорогие друзья я разберу трешку в этом доме если интересно то поехали мне в комментариях иногда пишут что вот мол иван ты критикуешь планировки ругаешь их но не показываешь как нужно сделать так вот сегодня как раз таки я и покажу что можно сделать с планировкой стой которую я взял поэтому это будет интересно не только тем кто заглядывается на жк макаровский но и тем кто вообще в принципе задается вопросом о планировке и так перед нами трехкомнатная квартира 120 квадратных метров поехали смотреть что там трешки как правило покупают семьи с детьми но как минимум с одним ребенком а чаще с двумя иногда даже с тремя пытаются сделать две детские комнаты одну спальню для родителей ну и конечно общее пространство когда мы имеем дело с семьей это значит что это как минимум три человека то и четыре это значит должно быть много мест хранения это должна быть просторная общая территория должна быть большая кухня на которой готовить для всей семьи это должны быть как минимум две ванные комнаты желательно большого размера и одна из них желательно должна быть присоединена к спальне родители и таким образом формируя родительскую спальню ну ее еще мастер спальни называется правильно ведь все логично ничего не забыл вот давайте исходя из этих посылов рассматривать эту квартиру начинаем конечно с прихожей и первое что я вижу заходя но гипотетически заходя в эту квартиру я вижу колонну прям посередине прихожая на стоит вроде бы и прихожая большая но вот это вот колонна посередине все конечно же портит проектировщики запланировали за этой колонной гардероб вот вы его видите здесь стоит шкаф но они слукавили и здесь поставили шкаф не той глубины которой он должен быть а шкаф всегда глубиной 600 миллиметров а здесь он миллиметров 400 почему я на этом акцентирую внимание потому что если шкаф поставить нормального размера то между шкафом и колонной вы уже не протиснетесь там останется ну примерно вот столичка место как этим пользоваться сложно сказать если мы шкаф развернем и поставим его вдоль другой стены вроде бы и шкаф хороший большой и подойти к нему можно но остается колонна посередине непонятно что с ней делать вот такие тут странности в этой планировке идем дальше видим санузел в общем то это хорошо гостевой санузел прекрасно дальше мы попадаем в общее пространство в котором есть лоджия есть гостиная с диваном и столом и кухня и вот это вот для меня именно в этой планировке огромный минус потому что кухня во первых стоит далеко от окна и пока солнышко до нее достучиться и лучики долетят то в общем то они уже все по пути погаснут короче говоря темная кухня потому что она далеко от окна и плюс ко всему она маленького размера всего лишь пять с половиной квадратных метров но такие делали наверное в хрущевках это тоже большой минус для этой большой квартиры хорошо то что есть лоджия изначально утепленная то есть достаточно убрать перегородку и таким образом лоджия превратится в увеличенную комнату но она станет частью комнаты правда я напоминаю вам что это делать незаконно нельзя присоединять балкон к комнате но тем не менее многие это делают но сами смотрите это на ваше усмотрение дальше идем и попадаем в холл здесь по крайней мере так написано из этого холла три двери первая это спальня номер один ну условно детская ее назовем 16 метров прекрасно вторая дверь это ванная комната уже 2 2 санузел в этой квартире и она 4 метра маловато надо сказать для 120 метров и третья дверь а вот за третьей дверью на мой взгляд нас ожидают такие небольшие странности почему потому что мы попадаем во вторую гостиную по крайней мере здесь так написано и только из этой гостиной мы можем попасть в спальню понимаете да то есть получается чтобы нам лечь отдохнуть мы можем еще перед этим и посидеть отдохнуть ну может быть для кого-то такой стиль жизни вполне приемлем и возможно он захочет гардероб сделать из этой большой комнаты но скорее всего именно трешки покупают для того чтобы получить две детские и одну спальню ну помимо гостевого пространства вот такая здесь странная конфигурация я попробую сейчас с ней поработать и показать вам как можно эту планировку сделать лучше итак начинаем с того что делим квартиру на две части 1 это общественная территория так называемая вторая это частные апартаменты пускай будет так то есть там где спальнем общественная территория это там где встречается вся семья встречает гостей в общем какая-то общественная жизнь там протекает формируется она у нас из прихожей кухни и столовой и гостиной вот что я сделал во первых я убрал санузел и вместо санузла сделал большую гардеробную мы помним большая семья для большой семьи нужно много мест хранения одежды много возможно какие-то самокаты велосипеды ну и так далее для детей поэтому большая гардеробная должна быть и за счет санузла она здесь получилось очень прекрасно я им пожертвовал из-за того что есть еще две ванные комнаты одна из которых будет и гостевым санузлом и ванной комнаты для детей то есть вполне себе удобно и нормально таким образом мне удалось скрыть колонну то есть просто я от этой колонны построил перегородку там где у меня будет гардероб а эта колонна превратилась в стену дальше мне удалось здесь сделать большой огромный хозяйственный шкаф в котором вполне комфортно размещается стиральная машина сверху можно сушильную машину поставить справа от всего этого стирального хозяйства можно поставить корзину порошки можно поставить уборочный инвентарь и ну и так далее и еще остается много мест для хранения например это может быть белевой шкаф ну и конечно туда же можно поставить и гладильную доску и утюг и все что с этим связано короче говоря огромный большой хороший шкаф получается еще один бонус это то что он располагается рядом с кухней ну то есть хозяйки далеко бегать не надо тут же закинула белье постирала тут же что-то готовит дальше кухня кухню я обыгрываю следующим образом я представил что вот та колонна которая разрезает пространство и запихивает кухню в какой-то закуток я решил сделать ее частью кухни ну пускай это будет часть гарнитура почему бы нет таким образом мне удастся в будущем в дизайне скрыть эту колонну и визуально сделать так что кухня выступает в зал и становится больше за счет вот этого острова видите вот он здесь выступает в зал со стороны зала это выглядит красиво и кстати можно подойти и сесть за этой поверхностью или встать и помогать готовить и со стороны кухни рабочая поверхность увеличилась но и внешний вид улучшился когда мы выходим с кухни то видим буфет этой еще одна удобная штука здесь можно хранить посуду для сервировки стола там можно поставить чайник кофе-машину чтобы на саму кухню не бегать ну как пример дальше в этой зоне получается большой обеденный стол потому что для семьи стол должен быть большим но четыре человека должны расположиться с комфортным плюс если гости пришли то для них тоже требуется место вот большой 6 местный стол и обратите внимание я его не прижимаю к стене во первых это не практично стена засаливается а во-вторых отдельно стоящий стол красивее смотрится когда он стоит свободно посередине дальше диванная группа которую я увеличил за счет балкона убрал перегородку балкон у нас уже благо утеплен изначально это позволило поставить и диван и кресло и телевизор и журнальный столик в общем сформировать красивую большую удобную зону здесь я предложил кресло поставить поворотные есть кстати такие кресла не стационар настоящие а такие на которые вы можете сидеть и не вставая поворачиваться на кресле вот такие вот кресла зачем я их поставил для того чтобы когда у вас гости или вы смотрите телек то вы лицом в зал а когда вам захотелось полюбоваться видами из этого большого прекрасного панорамного окна вы не вставая повернулись на креслах и любуетесь видами компания застройщика они же позиционируют свой комплекс как комплекс с прекрасными видами ну вот и любуйтесь этими видами идем дальше дальше мы попадаем в зону так называемую приватную в которой две детские 1 2 и спальня родителей спальню родителей я сделал со своим входом в ванную комнату и для спальни я выбрал комнату угловую а угловая она получилась из-за того что мне пришлось увеличить коридор чтобы сделать вход в одну комнату и во вторую раздельными то есть не как было раньше из одной комнаты мы проходим следующий такая анфилатная планировка нам такая не нужна нам нужен отдельный вход в каждую спальню из-за этого получилось вот такая странная конфигурация спальни именно спальню родители я сюда располагаю потому что в образовавшуюся нишу очень удобно встает кровать кровать две тумбочки она прикрыта стеночкой вот этой вот ну то есть мало ли кто забежит в спальню а вы тут немножко прикрыты все хорошо напротив стоит шкаф к сожалению не удалось сделать гардеробную но ничего страшного пусть стоит шкаф вдоль всей стены этот шкаф можно разорвать на несколько секций в одну из которых например поставить так всеми любимый телевизор кстати не знаю почему его так все любят зачем он спальне 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 нужно спать и сексом заниматься извините как я уже сказал испании есть вход в свою ванну но точнее это душевая здесь есть душевая кабина раковина и унитаз и здесь я применил вот какую фишку саму по себе кабину я уменьшил потому что она получала здесь практически чуть ли не два метра длиной ну в принципе зачем два метра душевая кабина ее можно сделать и покороче и за счет того что я сделал ее покороче у меня образовались две ниши с одной стороны из другой их я превратил в шкафы для хранения потому что в ванной много чего нужно хранить баночки скляночки фен не знаю там полойка что-нибудь еще для этого нужен шкафчик и вот он здесь есть пожалуйста и точно такой же шкафчик получился со второй стороны из 2 ванной которая ванна для детей и она же гостевая ванная то есть гостевой санузел конечно но это еще не все фишки в этой квартире здесь я еще придумал такой игровой элемент для детей мы помним что у нас есть две детские детская номер один и детская номер два их разделяет перегородка естественно ну а как иначе и вдоль этой перегородки я поставил шкаф но шкаф не простой а с хитростями я в шкафу предлагаю вырезать отверстие с одной стороны и со второй стороны и это получится такой класс из одной комнаты во вторую можно прикрыть его шторками можно этот лаз сделать с одной стороны с другой но на разных уровнях можно с одной стороны вообще горку какую-нибудь сделать это подарит детям невероятную интересную забаву виде такого лабиринта виде такого домика и вот это вот для детей будет просто фантастично какая-то штука которой они с удовольствием будут пользоваться и зачем я это все делают чтобы они больше времени находились в своих детских комнатах они дергали за юбку мана папа поиграйте со мной давайте что-нибудь поделать и нет пусть сами собой занимаются играются тем более у них есть такая прекрасная возможность вот такая фишка дорогие друзья ну а теперь пишите в комментариях понравилось ли вам эта планировка а может быть не понравилось что не понравилось напишите в комментариях ну и конечно хотелось бы узнать мнение товарищей из застройщика так сказать у гм ковцев ребята я знаю что вы меня недолюбливаете мягко говоря а все из-за моих роликов конечно же где я не всегда лестно отзываюсь о ваших планировках друзья я же хочу только лишь добра чтобы получалось красиво и комфортно поэтому я делаю такие разборы и рассказываю как можно сделать лучше всем пока лайк поставить не забудьте и подписаться на канал да прибудет с вами муза